Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Програнтиус и сегодня в рубрике Hidden Jump затерявшийся бриллиант буду делать обзор на поразивший меня до глубины души парфюм от французского нишевого бренда RV Gams Paris, который называется Out Plaza. Поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, хотел пропиарить свой одноименный телеграм-канал Фрагрантиус, на котором есть куча всего интересного, того, чего нет на ютубе, поэтому заходите, осматривайтесь, если понравится, подписывайтесь. Также хотел сообщить, что сегодняшний обзор проходит при поддержке интернет-магазина косметики и парфюмерии RANDEVU. Это означает, что парфюм из обзора, а также любые другие парфюмы вы сможете приобрести на сайте RANDEVU по ссылкам в описании к этому обзору и также вам в подарок мой именной промокод 10MAXIMUS на все покупки на сумму от 2500 рублей на сайте интернет-магазина RANDEVU. Итак, RV Gams Out Plaza. Парфюм, который без преувеличения меня потряс, и я решил его включить в рубрику Hidden Jam. Есть у меня такая рубрика на канале. В этой рубрике я делаю обзоры на парфюмы, которые по каким-то причинам не попали в поле зрения любителей парфюмерии, но которые этого, на мой взгляд, заслуживают. Я уже делал обзор на парфюм также в рубрике Hidden Jam на парфюм от бренда RV Gams, который называется Infusion Noir. Это шикарная, не побоюсь этого слова, вариация на тему темных пряностей, в частности перца, черного перца в парфюмерии. И любителям этого направления я тоже крайне рекомендую посмотреть этот обзор и присмотреться к этому парфюму, особенно тем, кто любит вот что-то вроде Amouage Fate Man. Вот если вы попробуете и сравните с Infusion Noir, вы поймете, что на Amouage с веткрином далеко-далеко не сошелся. Есть вещи мощнее, интереснее, лучше во всех смыслах. И сегодня у нас Ут Плаза. Я сразу покажу вам, как это все выглядит. Парфюм поставляется вот в таком вот боксе. Так это все выглядит. Снимается слайдер и под слайдером еще один бокс, уже абсолютно такой вот черный, надпись RV Gams Paris. И собственно тут флакон. Вот такой вот флакончик черный, минималистичный. На ободке тоже RV Gams и такой вот красивый орнамент на крышке. Крышка тяжеленькая, магнитная. Ут Плаза. Наверняка вы зададите мне вопрос, что же тут может быть? Какой тут может быть hidden gem? Очередной Ут от очередного французского бренда. Специалисты и любители вот этого направления Удовой парфюмерии скажут, что у французов в этом плане ловить нечего, потому что у них все, что не Ут, все пародия, все ненастоящее, все такое имитация, жалкое подобие. И действительно, что если мы вот возьмем, сделаем срез вот парфюмерии французской на тему Уда, то придем к неутешительному выводу, что понятие Уда и Удовой парфюмерии, во французской в свою очередь парфюмерии оно полностью извращено и дискредитировано. И это связано с тем, что сам по себе аромат Уда, он очень такой жесткий, бескомпромиссный и с явными этническими моментами, которые абсолютно неприемлемы для европейского носа, для европейского мировоззрения, для западного ощущения прекрасного в парфюмерии. Те, кто не в курсе, я напомню, что Уд это зараженное грибком дерево аквилария, специально его заражают этим грибком, и этот грибок в течение нескольких лет это дерево пожирает, и потом вот эти вот пораженные участки древесины вырезают и методом пародистилляции извлекают из них тот самый Уд. Естественно, вот эти вот, по сути, вот этот вот Уд, это не что иное, как продукты жизнедеятельности этого грибка и смола, которую дерево аквилария выделяет для защиты от этого самого грибка. И если вот так схематично описать, есть много сортов Уда, от самых таких молодых и не сильно пахучих до экстремальных камбоджийские, индийские, которые имеют такой однозначно и ярко выраженный животно-фекальный аккорд на старте, и что для европейского носа является абсолютно неприемлемым. Возникает вопрос, для чего? И некоторые вот люди, которые являются хейтерами этого направления, откровенно называют вот такое направление говноудами, что вот относят это к категории извращений, таких перверсий парфюмерных и называют откровенно любителями вот этого направления, больными на голову извращенцами. Но, собственно, возникает вопрос, зачем, да, вот они говорят, вот эти вот люди, они извращенцы, они обмазываются говном. Но так ли оно все на самом деле страшно? На самом деле вот эти моменты, они в удовых парфюмах, в настоящих аутентичных удовых парфюмах, они лишь на старте. Некоторое время после нанесения действительно вот эти вот ноты часто животные, ярко выраженные, фекальные. Но далее наступает настоящая магия и настоящее волшебство, и не нужно быть большим специалистом, чтобы моментально понять и ощутить, что в раскрытии настоящий удовый атар, один из самых сложных и красивых ароматов, которые вообще когда-либо были в парфюмерии из всего, что пахнет. Это самое красивое и самое сложное. Но французские парфюмеры, они решили пойти легким путем, компромиссным путем и с целью увеличения продаж и адаптации вот этих самых удов арабских для широких кругов, они вот эти моменты фекальные, животные, анималистичные, они полностью из европейских удов убирают. Вот полностью. И даже, казалось бы, такие исконно арабские, я имею в виду исконно восточные по направлению бренды, как, например, Монталь, как Мансера, как Амуаш, даже они не заходят на вот эту вот территорию парфюмерного экстремизма и вот этой вот парфюмерной Аль-Каиды туда, чем пахнут самые настоящие вот эти арабские уды. Потому что для, повторюсь, для европейца это парфюмерный шок-контент, и это сразу нет. И несмотря на то, что упомянула я Монталя, на заре своей карьеры, когда бренд Монталь только появился, Пьер Монталь делал действительно такие близкие к арабским, настоящие арабские уды, такие могучие, вонючие из категории, например, от Квир до Араби. Есть у меня обзор, один из любимых моих парфюмов, но затем это все постепенно сошло на нет, перешло в мейнстрим, и такие вот типичные примеры, Том Форд Утвуд, вот эта вот так называемая удовая линейка Amazon Francisco Urjan. Шикарные, красивейшие, обалденные парфюмы, но ничего общего с вот этой эстетикой уда, с этими настоящими арабскими удами, ничего общего они не имеют. И в этом плане вот этот парфюм, он стал для меня легким шоком и откровением. Во-первых, это полный разрыв шаблона. Начнем с того, что это парфюм из серии Престиж, это самое дорогое и самое крутое, что есть у бренда R.V. Gams. Парфюм стоит на сайте на официальном 225 евро за флакон. Всего в этой линейке Престиж два парфюма. Вот этот вот и еще один парфюм, там что-то на тему ириса. То есть это самая-самая круть у бренда R.V. Gams. Но когда я его попробовал первый раз, я впал в легкий шок. Потому что это абсолютно не французский вот этот вот прилизанный, вычищенный, адаптированный, прилизанный, причесанный, приглаженный удик-французик. Это настоящий вот этот вот real shit. Настоящий удовый парфюм. И я еще раз повторюсь, если бы я вслепую попробовал его, никогда бы в жизни бы не подумал, что это парфюм от французского бренда. Причем от такого до мозга костей французского просто парфюмерное олицетворение Грасса. То есть это стопроцентный вот тот самый, который хейтеры Уда называют говноут. Вот стопроцентный арабский удовый парфюм. Возникает вопрос, да, вот зачастую хейтеры вообще арабской парфюмерии, удовой парфюмерии, они это преподносят как некий такой, как сказать, третий сорт людей, да, которые нихрена не соображают в парфюмерии, у которых нарушено чувство прекрасного, у которых нет вкуса. И обычно это звучит так, ну это больные же, что они вот говном обмазываются, ну что это такое, тьфу. Но на самом деле, вот это полный разрыв шаблона, когда исконно французский бренд, повторюсь, воплощение Грасса, РВ Гамс, владелец этого бренда, одноимённый бренд, вот этот вот истинный, исконный француз, дизайнер, парфюмер, человек с безупречным вкусом вдруг берёт и делает вот такой вот абсолютно аутентичный, неприлизанный, типичный такой арабский уд. Тут возникает вопрос, у него что, со вкусом что-то не то? Или он поехал кукухой, как это говорят, да ещё и в престиж серии 225 евро. О чём это говорит, собственно? А говорит это о том, что вот всё-таки вот эта удовая парфюмерия, что бы кто бы ни говорил, это целый пласт парфюмерии, мощнейший пласт, уникальнейший пласт, глубочайший пласт, потому что это сама суть, в принципе, арабской парфюмерной традиции, которая гораздо старше всех вот этих вот Грассов, Франции и так далее. И в этом плане для меня этот парфюм стал просто реальным откровением, вот настоящим не просто откровением, а таким вот полнейшим разрывом шаблона, когда исконно французский такой Грассовский бренд, воплощение Франции, Грасса, вот этих всех лавандовых фужеров, вот этого всего французского делает настоящий лютейший арабский говнаут, в хорошем смысле слова. И, собственно, чем же это пахнет? Вы знаете, я очень его с превеликим любопытством разнашивал и всё-таки пришёл к выводу, что это попытка реконструкции, то есть воссоздания вот этими вот инструментами и средствами, которыми владеют современные французские парфюмеры и с использованием французского современного сырья воссоздать полностью абсолют камбоджийского уда. Камбоджийский уд, он очень такой, как я уже вот в начале своего обзора говорил, он такой очень вонюченький, у него явный такой фекально-навозный старт, но потом это всё раскрывается очень-очень красиво. На фрагрантике сравнивают этот парфюм с рассасе Данал Ут-Джура, то есть это тоже такой уже предмет мемов, да, того, как можно тем, кто хочет понюхать так называемый Ут с говнинкой, это уже стало таким мемом. Вот хотите нюхнуть того самого, вот Рассасе Данал Ут-Джура. Но вот тут несколько всё по-другому. Я это увидел как очень и очень и очень тонкую стилизацию под вот попытку воссоздать звучание абсолюта камбоджийского уда. Действительно на старте тут очень резкие такие анималистичные ноты, фекально-анималистичные, вот прям конкретным пахнет скотным двором, как будто пробежал табун лошадей и оставили за собой таких вот несколько дымящихся куч свежих навозов. И это сразу же отсылает вот туда, к арабам. Но я в корне не согласен, что это вот то, чем пахнет Рассасе Данал Ут-Джура, тоже там есть вот эти вот фекальные ноты, но вот далее в развитии это абсолютно разные вещи. В принципе, ну как бы сейчас это будет выглядеть со стороны смешно, потому что это будет некая такая беседа о сортах дерьма. Так вот, если брать вот Рассасе Данал Ут-Джура, то он в принципе вот как со старта был говняшкой, так грубо говоря, так он ею и остаётся. И говняшкой такой прокисшей, отвратительной и мерзкой. И мне даже вот этот Рассасе, он больше напоминает китайскую водку Мао Тай Дзю. Мао Тай Дзю, знаменитая китайская водка, которая пахнет как будто это настойка, пардон мой френч, на несвежих носках нестиранных. И вот там вот в этом Рассасе есть вот эта вот нотка, вот этого помимо навоза, ещё каких-то вот прокисших носков и чего-то такого гадкого и мерзкого. Здесь это всё ограничивается таким вот анималистичным навозом. Но уже по мере раскрытия, ну в принципе, ещё раз повторюсь, вот это разыгрывается как по нотам звучание абсолютно камбоджийского Уда. То есть через полчасика уже вот эта вот анималика, фекальность, животность, она рассеивается и дальше уже выходит в принципе ГРАЗ, потому что это хоть и очень сильно похоже на камбоджийский Уд, но всё-таки я чувствую, что дальше начинается ГРАЗ. И вот из-за вот этой вот анималики, которая усаживается, начинает выглядывать классная, дорогущая, просто дорогущая, невыносимо дорогущая и крутая база, которая складывается из папируса. Вот я прям явно чувствую здесь папирус. Здесь есть некоторая бальзамичность, которая вот компенсирует в Удах натуральных. Она тоже есть, но она зачастую ещё приобретает некий такой вот сырный оттенок, да, как вот эти вот всякие дор-блю и прочие вот эти вот сыры с плесенью, которые не каждый осилит. Вот такие вещи, например, как Аджмал, Дэн Аль Ут Шамс или Мухалат Шамс, где вот этот вот подкисшего сыра, вот эти ноты, они отвращают. Я, например, не могу такие вещи носить. В данном случае вот эта анималика, она сразу переходит в некий такой симбиоз из папируса, кедра. Но кедр он здесь такой в умеренных количествах и он прям не выглядывает так, прям как кедр. То есть вот древесным этот парфюм не назовёшь. Это всё-таки имитация Уда, вот той самой удовой древесины. То есть кедр здесь очень грамотно замиксован с папирусом, с корнем ветивера. Вот прям я здесь чётко ощущаю ветивер. Причём именно вот корень ветивера, у которого есть некий такой дымно-горелый оттенок. И вот небольшие количество кедра с вот этим корнем ветивера, с папирусом, плюс чуть-чуть ванильки, плюс амбра. И они вот как раз вот и воспроизводят вот это вот раскрытие камбоджийского уда. Когда вот настоящий уд, когда отыгрывают вот эти все фекально-животные ноты, он в раскрытии очень похожий. Но вместе с тем это Грасс всё-таки в раскрытии. И я просто пришёл к выводу, что это очень крутая, но всё-таки имитация настоящего камбоджийского уда. И надо сказать, что ничего подобного я не слышал, потому что это действительно вот самое такое аутентичное и похожее воспроизведение настоящего абсолюта уда во французской парфюмерии. Причём без каких-либо компромиссов и без какого-то желания обойти как-то острые углы, убрать что-то вот это неприятное. Как бы сделал Франсис Курджан или как бы сделал современный Монталь, который уже стал мейнстримом. Они им просто вот это всё скотство, вот эти все анималистично-фекальные нотки убрали, либо капнули их совсем капелюшечку и оставили вот эту базу. И было бы всё прекрасно и замечательно. Но Эрве Гамс решил пойти вот до конца и просто сделал вот всё как оно есть, как Real Thing, как настоящий ут звучит. Сначала вот этот вот кошмар, бонь и смрад. И потом это всё трансформируется вот в такую красивую базу. Естественно, вот эта анималика, она уже в базе, её практически нету, но она придаёт этому парфюму всё равно характер. Просто абсолютно классный такой характер. Чуть-чуть анималики. И это выгодно и отличает. На самом деле вот парфюмов с такой базой, их во французской парфюмерии немало. Вот буквально недавно я делал обзор на Black Calamus от Carnar Barcelona. Тоже такой тёмный, мрачный, чёрный парфюм. Но не то, что мрачный, а вот тоже похожее направление. Папирус, деревяшечки. Такое вот сочетание папируса с древесиной, оно создаёт некий такой мистический минорный настрой. В данном случае вот к этой вот папирусно-древесной базе подключается классная вот эта всё-таки удовая анималика. Чуть-чуть совсем ванильки, древесные ноты и получается просто шикарнейший, просто не побоюсь этого слова, наикрутейший парфюм, который процентов наверное на 95-99 воспроизводит настоящий камбоджийский уд. У знатоков и любителей может возникнуть резонный вопрос. А нахрена вот эти все танцы с бубном? Зачем нам покупать имитацию, если мы купим настоящий абсолют камбоджийского уда? Ну вот тут начинаются, как бы на словах всё да, конечно надо, но тут начинаются сразу моментально трудности. Первый момент цена. Вот если бы в таком объёме был настоящий камбоджийский уд, то этот флакон бы стоил не там 17-18 тысяч, сколько он сейчас там на рандеву, я не помню уже. Он бы стоил наверное уже 1170 вместо 17 или 200 тысяч. Это первый момент. И второй момент, где купить? Ну как правило, когда вот такие вопросы задаёшь, я хочу, вот я сегодня в 2023 году хочу купить абсолют камбоджийского уда. eBay закрыт, западные все маркетплейсы закрыты. Либо я иду к арабам, опять же, каким арабам и как будут сюда везти вот эти абсолюты удов, которые сюда никто не возит по причине их, так сказать, не сильно большой востребованности. Но хочу вам сказать, что что-то вот настоящее удовое, опять же, от того же Аджмала или какого-нибудь ещё арабского бренда, оно будет стоить уже в разы дороже. То есть за такой объём это сотни тысяч. Первый момент. И второй момент, вот конкретно 2023 год, Санкт-Петербург, где купить? И начинается, ну вот ты знаешь, там вот надо поехать вот там на опрашку, вот там за вторым павильоном в подвале там сидит такой Абдул, я бы Абдул, вот у него есть, я знаю, камбоджийский уда. Вот ты едешь на другой конец города, приезжаешь там в какую-то эту хижину дяди Тома, там сидит товарищ, вокруг него стоят пятилитровые канистры с надписью там Ганимет, Энсалат, Бакарай Руш 540. Он достаёт откуда-то там из-под полы замусоленную такую бутылку, заткнутую, какой-то там пробкой из бумаги, говорит, вот он, вот он, камбоджийский ут, 50 лет, вот он. И ты смотришь на вот эти вот канистры пятилитровые с этими надписями Энсалат Ганимет, смотришь на вот это всё и понимаешь, что ты не хочешь покупать вот этот вот якобы 50-летний камбоджийский ут, потому что ты просто не веришь этому человеку и начинаешь сомневаться, а действительно ли вот этот вот человек, который торгует литрами Бакарой, Экадимедами, Энсалатами, действительно ли у него камбоджийский ут. То есть вот этот вопрос всегда, вот когда идёшь к кустарям, когда идёшь к каким-то непонятным мутным продавцам, где и откуда они это берут. Что касается вот, в такой момент скажут, ну надо брать там Russian Adam, надо брать Бортников, вот у них там в Таиланде всё они сами, тоже где, у кого, во-первых, это безумные деньги, во-вторых, вот повторюсь, вот это кустарное производство, мы не стояли там в Таиланде, может там у него там начальник смены, который занимается вот этой вот пародистилляцией УДА, может быть он туда в этот куб дистилляционный уронил там какой-нибудь свой носок месячной давности, который он не менял, или может быть там трубы из свинца, трубы из свинца, которые, согласно легенде, погубили Римскую империю. Ну то есть вот эти все моменты кустарщины мы наносим это на кожу, поэтому естественно хочется гарантии, поэтому когда есть вот такие вещи, когда стоит вот эта вот отметка, что соответствует стандартам, легально везено, соответствует всем нормам, для меня это по крайней мере очень важно. Я честно скажу, я боюсь обмазываться всяким вот подозрительным говнецом, поэтому вот для тех людей, которые так же как и я боятся покупать у кого-то какие-то подозрительные непонятные вещи, которые боятся на доверии мазаться чем-то непонятным и незнакомым, вот это абсолютно классное решение. Насколько сильна разница между настоящим вот аутентичным камбоджийским удом и вот этим вот ут-плазой. Ну я могу так сказать, что если сравнивать напрямую, то в слепом затесте, ну никогда вы не отличите. Это могут отличить только вот специалисты, которые этим занимаются, там тот же Бортников или тот же Russian Adam, но для конечного потребителя, для покупателя это прям вот настолько близко к оригиналу, что в принципе тут можно по этому поводу даже не заморачиваться. Поэтому вот такая вот уникальная штука, не побоюсь этого слова, это первый раз я встречаю вообще, первый раз я встречаю у французов такую вот дичь. И от такого, казалось бы, бескомпромиссного французского, исконно французского бренда и вдруг вот такое. Поэтому те, кто любит вот это все, вот эти настоящие аутентичные арабские уды, не адаптированные, не прилизанные, не причесанные, присмотритесь. Это прям настоящий такой шок-контент в хорошем смысле слова. Очень классная штука, прям я доволен просто выше крыши. Рекомендую. На этом все, дорогие друзья. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.